Мы добавили вот такой карман и на рукавах костюма не было кармана. Мы не хотим оставаться в стороне, когда вся страна прикладывает свой труд в поддержку участников специальной военной операции, говорит Гульчачак Нургалиева. Обсудив основные рабочие моменты с руководством школы, женский коллектив приступил к пошиву верхней одежды для солдат. С Рустем Дальзановичем тоже мы посидели, поговорили и решили попробовать. И у нас получился первый костюм, и работа продолжается. Надеюсь, еще дальше будет лучше и лучше. К акции своих непростаем присоединились шесть учителей школы номер один города Мамадыш. Никто из них не является профессиональным партнер. Никто и не заставлял их браться за эту работу. Делают это по велению души. Мы эту работу проделываем в свободное от уроков время. Просто так просит душа, кто будет помогать нашим солдатам, если не мы. Делаем, будем шить, будем помогать, пока есть возможность, пока им надо. На сегодняшний день для мужчин шьют летние камуфляжные костюмы, брюки 50-го и 52-го размеров. Всех необходимым материалом учителей обеспечивает Фанель Гизатуллин, активный участник сбора гуманитарной помощи солдата. Заказали тканью рулоном, в котором 97 метров материала. Из него сошьют около 22 комплектов. Первый образец был вообще с той детали, скажем, та вещь, которая уже носилась. Она уже была, было сложно с нее снять выкройку, потому что были неточности. Сейчас мы эту выкройку доработали, у нас уже получается более точно, все хорошо. Мерили мы вообще мужчин в школе, у нас мало. Мы мерили на нашего охранника, ему очень понравилось, он одобрил. Первая неделя была в основном тренировочной, говорят участники акции. Поэтому их количество сшитых костюмов всего три. А за следующей неделе планируется ускорить темпы работ и увеличить количество готовой продукции. Гулина Гельмулина, Ильнур Юносов, Тимур Мухаммедханов, Фаэль Шихуддинов. Новости Татарстана.